Друзья, всем доброе утро! Сегодня я провел ночь в городе Саратов. Я сейчас его уже покидаю, направляюсь в сторону Волгограда. Город мне понравился. Очень красивая здесь вообще архитектура, площадь красивая, парков много. Хорошие дороги, в отличие от Самары, вот вы можете обратить внимание. Очень хорошие дороги. И парк вот этот вот именно, где мемориал Журавлеви, тоже мне очень понравился. Еще плюс ко всему, я пришел вчера в Альфа-банк, и они мне спокойно оформили все, что я хочу. В отличие от Сызрани. Вообще без лишних разговоров, за 10 или за 15 минут, все быстро, спокойно, как в рекламе. А в Сызрани у них что-то как-то вот не очень. Это получилось и обслуживание, и вообще и нового клиента получить. Вот меня всегда удивляет, как владельцы банка, акционеры столько тратят времени, денег, сил на то, чтобы привлечь новых клиентов. А вот какие-то вот такие вот неграмотные или нелояльные сотрудники, сотрудницы в данном случае в Сызрани, они это все саботируют. У меня здесь, значит, я прямо через весь Саратов сейчас проеду, мимо цирка. Здесь еще мост есть, который ведет на Энгельс. Мы его вчера видели с вами, но я туда не поеду, потому что я буду по северной части, вот по правой части реки ехать. И я сейчас выезжаю туда опять на федеральные трассы и еду в Волгоград. Пять часов нужно ехать. Ну, я думаю, я как раз к вечеру вот через Камышин, Дубровка и Волгоград. Да, друзья, Саратов определенно чистый город, такой ухоженный, зеленый. Нет здесь пробок, как в Самаре. И вообще такой миленький город. Много вот таких улиц с односторонним движением у нас тоже в Алмачу сделали. И спокойно едут люди. Вот сейчас... А, сейчас выходной день сегодня, суббота. Ну, вместе с тем я еду просто спокойно и вообще никаких препятствий здесь нет. Вот так вот, друзья, выглядит город Саратов. Западный здесь возвышенность есть, запада, в общем. Город находится вот на берегу Волги и он находится в такой вот, типа, котлована, как наш, в углублении, как наш город Алмата. И с одной стороны Волга, а с другой стороны вот такие вот холмы, где-то 200-300 метров высота. И вот на одном из этих холмов, как раз мы вчера с вами были, это парк там и расположен еще мемориал Журавли. Продолжаю движение в сторону Волгограда и Камышин, по-моему, сейчас проехал, или Камышина. Что-то типа этого, такой городочек индустриальный, там очень много труд было. Я вот вам хочу показать, как нельзя делать на трассе, вот видите, вот этот микроавтобус. Во-первых, он дистанцию не держит, во-вторых, он обгоняет, где не положено. И на самом деле это очень важно подальше держаться от машины, которая едет перед вами. Потому что, ну, на дороге все, что угодно может случиться. И у вас всегда должен быть шанс, должна быть такая дистанция, зазор такой, чтобы вы могли увернуться, остановиться резко и так далее. Потому что водитель, он не отвечает за заднюю часть машины, он только отвечает за бока и за то, что спереди. Вот, а то, что сзади за это отвечает тот человек, который едет за ним. И вот видите, вот этот автобус, прям вот как будто бы он на прицепе микроавтобус белый, прилип к этой фурии. И вот видно, что знак здесь, один километр обгон запрещен, и все равно, вот он просто к нему прилип, и все. Не отлипает никак, вот он просто, ему нужно быстрее, 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 сильнее. Он хочет быстрее поехать, поэтому, короче, прилип туда. На самом деле это очень опасно, никогда так не делайте. И уважайте друг друга на дорогах. Вот здесь, в России, я могу сказать, что в принципе, в целом водители уважают друг друга. И, ну, в принципе, на дорогах здесь нет таких агрессивных супер-мега водителей, как, допустим, у нас в Казахстане встречаются, или в Алма-Ате вот очень много агрессивных водителей нервных. И, как правило, здесь, конечно же, правила дорожного движения стараются соблюдать. И бывают, конечно, во всех правилах исключения, но, в общем, в целой массе, в принципе, водители культурные. Дорога примерно вот такая вот, начиная от Саратова, я по пути уже проехал, примерно вот такая она везде. То есть, бывает хорошая, бывает ладки, но не могу сказать, что прям мега-суперплохая. Ну, узенькая дорожка, и, в общем, ехать можно, если не торопиться вот так, как делает этот человек. Вот вроде знак прекратился, теперь там по встречке едут, не дают ему обогнать, а он так это хочет. Как будто бы там расстояние, прям вот тут, наверное, метр остается до этой фуры. И вот он выехал, а теперь там встречка едет, и он это не успевает обогнать там еще перед ним. Ну, и так, конечно же, аварийная ситуация тут. Он создает опасность для себя и для других участников движения. Друзья, примерно вот отсюда, если ехать со стороны Саратова, в сторону Волгограда, здесь началась, во-первых, колья, во-вторых, вот они сняли слой, видимо, дорогу повело, и они ее подровняли таким образом. Ну, все равно неважно. Очень много фур, и вот днем здесь приходится иногда до 60, до 40 скидывать скорость из-за фур. И еще люди все хотят быстро проехать, конечно же. Почти на каждом шагу написано, сколько человек погибло, написано, что риск, цена риска этой жизни и так далее. И вот все равно люди торопятся, торопятся быстрее, быстрее. Ну, конечно же, это еще играет роль большую, что дорога плохая, и, конечно же, люди хотят ее побыстрее проехать, а дорога, она так как следует машину не держит, и здесь еще и старые машины попадаются, у которых там нет разных всяких систем. Вот, байкеры поехали уже. Вот, временами вроде бы нормальная дорога, вроде бы идет этот, но фуры, конечно, сильно задерживают. Здесь уже намного меньше зелени, я не знаю, с чем это связано. Вроде бы мы едем все равно возле реки, и все равно вот какие-то здесь слабые деревья. Температура где-то около 30 градусов примерно. Высота около 100 метров над уровнем моря. Друзья, я потихонечку заезжаю в Волгоград. Отсюда уже видно Мамаев курган. Вроде на мать уже зовет. Волгоград встречает меня хорошими дорогами. Немного пыльно. Большое количество заправок здесь. Газпром, Лукойл. На Лукойле сейчас я заехал, пропылесосил машину уже. И дороги, в принципе, здесь на окраине хорошие. Чуть ниже есть дорога, еще ближе к Волге. Вот, родина мать. Если я бы съехал где-то здесь, там мне навигация показывала, что там пробки, и типа там дорога хуже, и больше заторов. Ну, не знаю. Я не знаю, какая там дорога. Здесь дорогу, вот эту вот, по которой я заехал, ремонтировали. То есть там были мосты, вот туда, если направо поехать, у меня за спиной, и ремонтировали дорогу. Много было ремонтных дорог, много было ремонтных участков, много было объездов. Да, вот мы уже поднялись, и прям очень так хорошо здесь видно. Там есть аллеи, парки. Можно, конечно, прямо сейчас сюда, в Мамаев курган. Но я думаю, лучше я чуть попозже туда приду, чуть-чуть отдохну. Сейчас заселюсь в отель, и, может быть, я пешком приду, потому что здесь вроде как недалеко, несколько километров всего лишь. Ну, сейчас посмотрим, какой будет отель. Видно сразу, что город весьма такой прям широкий, массивный, много развязок, и вообще много чего здесь интересного. Я думаю, он примерно такой же, как Самара по размеру Волгоград. Может быть, чуть больше. Ну, проспекты здесь вот шестиполосные. Я так понимаю, это один из центральных проспектов здесь, в Волгограде, и он достаточно такой прям большой. Такие у них цены. Евро-двушки с ремонтом, я так понимаю, это уже под ключ. И написано, что 14 рублей, 14 тысяч рублей в месяц. Видно, ЖК. Ну, это примерно где-то 80 тысяч тенге. В принципе, у нас 80 тысяч тенге. Даже в аренду ничего, наверное, не снять сейчас уже. Часть города находится тоже в таком лагу. Сейчас вот здесь мы стоим с вами 70 метров над уровнем моря. Там еще ниже. Я думаю, там где-то до 20, может быть, даже где-то до 10 можно спуститься. В основном все города в России, они находятся на равнине. И вот на такой вот 100, 200, 300 метров. Вот примерно такая высота над уровнем моря. Напоминаю, Алмата, она находится где-то от 700 до 1000. Весьма, весьма, весьма. Очень чисто. Вообще, во всех номерах такой вот скромненький номер. Интересно. Во всех номерах в России чисто, культурно. Ну, кровать, конечно же, небольшая, но на спальной кровати, в принципе, мне достаточно. Самое главное, что здесь чисто. Есть душ. Туалет. Да. Очень чисто. Прямо вот тут очень чисто. Я сразу могу увидеть где-то пыль в таких местах, еще где-то. И здесь прям вот прям идеально чисто. Даже на этом картине нет. На информационной плане нет пыли. И весьма уютно. Круто, мне нравится. И 1800 рублей всего лишь стоит. Это примерно 10 тысяч деньги на наши деньги. Я доволен. Здесь еще спортзал есть. Сауна. Вот такие здесь интерьеры. Звездные гости, которые здесь останавливались. Вот Михаил Шифутинский. Девушки всякие разные. Мишки. Культурный у вас отель. Корона даже есть. Детская комната. Картины масла, оружие. Вот так вот, друзья, выглядит этот отель. Я припарковал машину, решил воспользоваться общественным транспортом. Мне сказали на 25-м автобусе или что это? Да, автобус. Можно доехать дотуда прямо и в общем сейчас прокачиваюсь. У них здесь еще есть платная вот такая крытая парковка. Можно припарковать прям подземной парковке. Но я там сзади припарковал, там все под видеокамерами, все закрыто. Вот, друзья, значит, Мамаев курган, родина-мать, зовет. Такой прекрасный здесь воздух. Ветерочек дует. Время 6 часов. Не холодно, не жарко. Здесь лесополоса такая большая. Здесь тоже стоят танки. Но здесь их всего лишь два. Возможно, будут дальше еще больше. И вот можно прям вплотную подъехать, припарковаться. Вот здесь есть такая парковка. Но здесь, наверное, вам не дадут поспать. Так, что там? Сувениры, музей Сталина. Я думаю, здесь вам не дадут поспать, потому что, скорее всего, на ночь закрывается на шлагбаум. Там видеонаблюдение есть. И если не закрывается, скорее всего, молодежь сюда приезжает и шумит здесь. Обычно они шумят в таких местах. Вся значит знакомство с курганом у меня начинается с кладбища. Около 20 тысяч солдат здесь захоронено, которые погибли здесь насмерть. не стояли 140 дней, защищая это место. И в том числе здесь есть братские могилы. А вот это вот на стенах это написаны вот имена каждого солдата, который здесь погиб. И вот я сейчас смотрю, здесь есть совсем молодые 20 лет людям, которые здесь погибли. Совсем молодые 30 лет. некоторых погибших здесь нет даты рождения, но в основном вот я смотрю 20-летние пацаны 20-30 лет максимум могилы. Впечатляющее, конечно, зрелище. Я раньше думал, что такие мемориальные кладбища есть только где-то в Америке или еще где-то. Это значит здесь такая возвышенность, туда прямо река Волга и со всех сторон город, а именно Волгоград. Должен вам, конечно, отметить, что очень впечатляет этот мемориал комплекс вообще в целом. Мы когда приехали в Америку, там столько разговоров было про Статую Свободы, а когда мы проходили мимо нее, там вообще что-то такое, не знаю даже как это выразиться, ну, то есть там ожидание и реальность, а здесь прямо она такая гигантская и можно к ней вплотную подойти и так все чистенько, ухоженно. В общем, круто. Высота этого монумента 80 метров, он сделан из железа бетона, вес около 80 тысяч тонн, и он никак не связан с фундаментом, просто под своим весом она стоит, эта скульптура на расчетах, грубо говоря, ее просто рассчитали центр тяжести, и она прямо на этом холме стоит, просто никак не закреплена. То есть из-за того, что она очень тяжелая, ее не может ничто сдвинуть, никакие силы природы. Если мы так с вами будем смотреть, к примеру, то кажется, что у нее как будто бы меч вперед уходит, и грудь тоже вперед уходит, но на самом деле вот у нее есть еще вот эта одежда, которая на ветру развивается, и она за счет этого центра тяжести, у нее именно по центру давит, и она поэтому не падает. Кстати, меч изготовлен из нержавеющей стали. Мы с вами тоже можем видеть братскую могилу, и на добровольные пожертвования здесь построили храм, храм всех святых, и он достаточно современный, его недавно открыли. Смена караула, собственно, каждый час происходит это событие. Одну руку они держат винтовку. Здесь еще перепады высоты. Им сейчас по лестнице придется еще подниматься. впечатляющее зрелище, конечно. Ну, вот этот мой момент. Я думаю, здесь никого вообще равнодушным не останет, не оставит. поэтому если где-то будете в этой части России находиться, обязательно посетите. Говорят, что это главная высота вообще России считается. Ну, стратегически, да, конечно, это возвышенность. это возвышенность, конечно, стратегически очень большую роль играет. немного ниже площадь скорби и мать, которая оплакивает своего сына, а вот этот бассейн, он символизирует слезы. Камера этого всего не передает вот этой атмосферы, обстановки, зал воинской славы, почетный караул. И здесь тоже на вот этих знаменах тоже имена и фамилии 7000 солдат погибших за Сталинград. Вроде бы низкий потолок, но медали здесь и рука солдата символизирующая передачу вечного огня новому поколению. Тоже иллюстрировано очень красиво вперед за нашу победу. Все силы на разгром врага. И я так понимаю, что через этот зал можно было спуститься и вот там чуть-чуть ниже выйти. Да. Серьезное, конечно, здесь сооружение это все. вершинный труд советских людей в тылу пойдет в историю как бесприметный подвиг народа в защите Родины. Фашистские вояки хотели уйти Волгу, Красная Армия дала им эту возможность. Здесь есть надписи, которые были взяты из реальных документов, которые были в то время написаны солдатами и писали остатками снарядов, еще чем-то. Даже в некоторые моменты люди кровью писали, что хотели написать. И здесь озвучиваются военные марши того времени. Вот такие марши играли во время войны. Друзья, у меня за спиной мемориал солдата. Он находится возле водоема. Водоем символизирует Волгу, опять же, как и там, на той площади, где мы с вами прошли. И там написано «Ни шагу назад стоять насмерть». Это выписка из приказа. То есть был такой приказ. Вообще нельзя было отступать и назад, то есть никак не отходить. Настоящий реальный приказ был. Значит, далее у нас здесь аллея тополей пирамидальных. Один тополь был посажен работницей завода в память о погибшем мужа. И со временем многие начали следовать ее примеру. И здесь разросся очень большой парк, потому что посадили очень много деревьев в память о погибших солдатах. Здесь все круто, но вот начало лета и просыпаются вот эти мошки или мошкара, как это правильно назвать, я не знаю, они такие маленькие, назойливые и летают возле лица и кусают, иногда кусают, поэтому я даже не знаю, здесь как-то надо или брызгаться или еще что-то. Говорят, в Астрахане там вообще ужасно, там прям нападают они и никак вообще не щадят людей, там даже некоторые люди ходят в пищелиных таких шлемах и масках. Можно вот здесь заказать экскурсию, либо можете просто скачать гид или можете почитать про это место, но место, конечно же, легендарное и оно такое великое, я бы даже сказал. С точной стороны вот это проспект Ленина, если я не ошибаюсь, здесь есть трамваи, на этих трамваях можно туда уехать в центр и прямо там Волга, но мне сказали по набережной там не получится нормально погулять, поэтому я думаю я туда пойду в южную сторону по парку прогуляюсь. Если вы придете с этой стороны, то вы заметите здесь гранитные вот такие вот урны, наверное или как это сказать боксы, в которых хранится земля со всех городов, героев Москва, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула и так далее и гранитный гранитный стелло также здесь есть. Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поколения, люди будут вспоминать тех, кто погиб защищая вечный огонь жизни. Здесь значит историческая информация об этом мемориале и план схемы захоронения воинского кладбища, как вот это все делали архитекторы, первый снимок скульптуры Ленинград. Вот так это все выглядело. Первые посетители участники монумента, а вот это знаменитый дом Павлова, который бойцы 42-го гвардейского стрелкового полка обороняли 58 дней. А это эскиз. То есть эскиз сначала хотели вот так сделать, а потом сделали, как я вам показал. ну, тоже очень круто. План это все вот строители, как они это все делали, как они хотели сделать, как здесь копали, экскаваторы как работали. вот это площадь скорби, где мы с вами были. Это в Париж барельеф. в качестве модели вот эта девушка позировала. Краном поднимали голову. Ну, вот в разрезе видно, как это все выглядит. там есть канаты, то есть она сама себя держит, но с фундаментом она ничем не соединена. строительные леса, вот краны, как это работали. А вот большая братская могила, 35 тысяч человек. Кладбище братский захоронено 2000 человек и малая братская. Почти около 40 тысяч человек захоронено здесь. президент Франции приезжал на открытие. А это вот памятники аналогичные, которые расположены по всему миру. Здесь снизу с восточной точки тоже есть очень большая парковка. В принципе она достаточно далеко от дороги, но наверное скорее всего вечером тоже сюда приедет молодежь и не даст поспать. По-моему она бесплатная. Вот здесь рядом есть туалет и мойка. Я здесь хожу как в музей и вот очередной дом здесь проходили кровопролитные бои и советские бойцы выстояв перешли в наступление и наголову разгломили немецко-фашистских захватчиков. на голову. Каз о вручении золотой звезды городу-герою. Здесь значит трофейная техника немецкая которую захватили полугусеничный бронетранспортер пушка зенитная пушка. И вот здесь вот лодки. Я так понимаю это все немецкое. Здесь еще составы есть железнодорожные. танк Т-34 это настоящая боевая машина которая именно непосредственно здесь принимала участие на сражении в этом городе. И в 2011 году нашли его. Вот здесь написано я выкопал его. Даже стихи написали. Вот реально прям видно как здесь броня как это все разрушено мотор видно там органы управления ходовую часть видно гусеницы стартер видно коробка переключения передач охлаждение как это все устроено но этот танк конечно же погиб вот собственно Сталинградская битва это одна из достопримечательностей я так понимаю в рабочее время туда можно зайти и погулять там внутри скорее всего музей есть танки опять же уже современные 47 тонн в 42 году был принят на вооружение этот 46 тонн в 43 году был принят на вооружение послевоенные уже современные этот 45 году был принят и вот это самый Т-72 самый современный 73 году 840 лошадиных сил также можно увидеть фотографии вот это собственно дом Павлов и фотографии как в послевоенные годы восстанавливали Сталинград как люди жили вот здесь концерты проводили прямо под открытым небом зимой Сталинград а заводы а это значит паровоз он до 60 километров в час разгонялся и 1400 лошадиных сил то есть он на угле на угле передвигался 15 тонн угля и 28 кубометров воды он мог с собой возить то есть этот паровоз он передвигался исключительно на угле и на воде пар нагревают воду с помощью угля и это пар он толкает турбины и потом эти турбины крутят колеса уже непосредственно в а Субтитры создавал DimaTorzok